Друзья, как вы знаете, пару месяцев назад мы запустили тест по основам правил дорожного движения. И кто еще не прошел, ссылка в описании. Проверьте уровень своих знаний. Скажу сразу, не у всех получается пройти этот тест. Кстати, 76% ошибок пользователи допустили в вопросе об остановке транспортного средства. Они не понимают, где нужно останавливаться возле светофора, у пересечения проезжих частей или у пешеходного перехода. 59% пользователей неправильно читают знак разворота. Почему-то они думают, что он показывает, что можно повернуть налево во двор. И один из самых сложных вопросов это кольцевое движение. Не все знают, как правильно двигаться по кольцу и с какой полосы нужно сворачивать. Много трудностей вызывали вопросы правильного проезда перекрестков. Ну а сегодня мы разберем правила парковки. Вот, например, случай. Это улица недавно после реконструкции. Здесь организованы парковочные места. Знак показывает, что нужно парковаться вот так, как нарисовано на знаке. Николай, я правильно понимаю, что эти машины припаркованы неверно? Да, ты понимаешь правильно, что знак приписывает парковаться параллельно проезжей части. Тем более, здесь есть карман. Но люди так не паркуются, потому что по привычке здесь раньше они парковались именно так называемой елочкой. Так и до сих пор они паркуются. Конечно, пару раз должны приехать в ГИБДД, сделать несколько рейдов. И тогда водители начнут обращать внимание на знаки. Большая сумма штрафа? Сумма штрафа до полутора тысяч. Очень много ошибок допускают именно с правилами стоянки. Здесь мы видим, что установлены знаки. Я эти знаки понимаю так, что если одна палочка, то это парковаться нельзя. Но если очень хочется, то можно. А две палочки, но это вообще нельзя парковаться. Хотя вот здесь машины припаркованы и там, и там. Получается, ну кто-то из них точно нарушает. Коля, кто из них не прав? Это знаки запрещено стоять по нечетным и четным числам. Сегодня у нас нечетное число. И как мы видим, да, все стоят. Очевидно, что получается, госавтоинспекция в этом вопросе не дорабатывает. Причем это не только в нашем городе. А во многих городах мы видим такую проблему, что водители не смотрят на знаки, где как можно парковаться или где нельзя. И ставят машины. Ну, соответственно, потому что нету никаких ответственности. И за это не могут понести никакого штрафа. Да, ну и все-таки надо заглядывать в календарик, когда видите такой знак. Потому что одна палочка – это нечетные числа, а две палочки по четным числам. То есть получается, что там парковаться нельзя будет завтра. А здесь, сегодня 23 число, парковаться нельзя сегодня. Николай, ну можно ли временно парковаться под этот знак, например, высаживать пассажира? Да, можно, если вы не будете стоять более пяти минут. Ну, очевидно, эти машины здесь припаркованы гораздо дольше, поэтому они все-таки нарушают. Но если с парковкой на улицах все более-менее понятно, там это регламентируется знаками, то парковка во дворах, как правило, хаотичная. И не всегда понятно, можно ли парковать машину, вот, например, как здесь. Николай, как нужно парковать машину во дворах? Можно ли это делать? Можно парковать машину во дворах, но только на специальных местах. Потому что делать это, как здесь, на зеленой зоне или на детской площадке, такого быть не должно, и это делать нельзя. Вот, все-таки, если есть парковочные места во дворе, можно ли оставлять там машину на долгое хранение? Например, на ночь. Вот я слышал, что ночью нельзя машину там парковать. Да, ты прав. Парковка во дворах, она не предусмотрена для постановки машины на ночь. Она только для временного. То есть ты приехал, разгрузил, сделал свои дела и машину на ночь убрал. Машины необходимо ставить на специальных стоянках. Но, как мы видим, в наших городах администрации не делают таких стоянок, как и платных, или бесплатных. И, получается, проблема-то никак не решается. И поэтому водители ставят машины на земную зону или даже вплоть на детские площадки. Да, а некоторые заезжают прямо в подъезд. Ну, а все-таки, если говорить о европейском опыте, то как это реализуется там? Начнем с того, что во многих странах Европы делают платные парковки, куда водители могут и обязаны ставить машины, чтобы их не было во дворах. А, например, в Японии, там, чтобы купить машину, ты должен показать документ, что ты уже приобрел место, где будешь ставить свой автомобиль. Необходимо помнить, что вот такая парковка на зеленой зоне, она облагается штрафом. Поэтому, все-таки, нельзя оставлять так машину. И, кроме того, конечно же, здесь еще есть детская площадка. Это, тем более, усугубляет ситуацию. Ну, а вообще во дворах, как оказалось, что ночью машину тоже нельзя оставлять на парковке, хотя многие это делают. Пока мы не пришли к тому, что муниципалитет штрафует за это, но все-таки нужно задуматься о том, что машину, когда вы покупаете, нужно озаботиться тем, чтобы у нее было свое парковочное место. А еще больше споров вызывает вопрос. Вот, например, вот на этом месте совершенно непонятно, как необходимо останавливаться вот этому автомобилю. То есть, ему нужно остановиться перед знаком, перед светофором, перед перекрестком, либо заранее, чтобы видеть светофор. Если вот нет стоп-линии, Николай, как правильно это нужно делать? В ПТД описывает очень конкретный момент, когда отсутствует знак стоп, либо стоп-линия, то необходимо остановиться именно непосредственно перед пересечением проезжих частей. То есть, он сделал неправильно, ему нужно было проехать дальше, получается? В данном случае, да, он сделал неправильно, получается, он здесь может проехать еще. Еще стоит отметить, что здесь очень часто инспекторы ездят с теми, кто пытается сдать на права с будущими водителями, и очень часто они получают здесь плохие баллы и в итоге не сдают. То есть, я правильно понимаю, что ему нужно было проехать еще 5-7 метров вперед? Да, ты правильно понимаешь, и самое интересное, что светофор остается у тебя за спидной, но у тебя есть дублирующий, и ты видишь его и ориентируешься по нему. Ну, то есть, с точки зрения безопасности, логично было бы все-таки нанести здесь стоп-линию? С точки зрения безопасности, здесь необходимо нанести стоп-линию, чтобы не было тех казусных моментов и не было путаницы. Ну, вот это, на самом деле, один из самых сложных вопросов в тесте. У нас есть и другие вопросы, поэтому, кто не проходил тест, обязательно отвечайте на эти вопросы, потому что 100% правильных ответов так никто и не дал.